Вопреки всеобщему стереотипу, всеобщему мнению об использовании импульсных блоков питания в серьезных каких-то схемах, например, в лабораторных блоках питания, которые предназначены для работы с разными нагрузками, некоторые доверяют обычным сетевым трансформаторам на 50 Гц. Но вот именно этот проект доказывает, уже в течение 6 месяцев, у меня лабораторник собран, доказывает, что импульсные блоки питания, в частности компьютерные ATX, могут отлично справляться с любыми задачами среднего радиолюбителя. Этот, если честно, блок я изначально проектировал как бы с пятилетним запасом, то есть на нем имеются все основные функции, все основные достоинства, которые нет на штатных китайских блоках питания. Если честно, вот в Китае сейчас в последнее время блоки буквально там, к примеру, да, 30 вольт 5 ампер, нормальный блок, будет стоить где-то 8 тысяч рублей. Этот блок питания гораздо лучше, гораздо мощнее, чем штатные китайские, даже вот с такой ценовой категорией. Его выходные параметры от 0 до 28 вольт, ток от 0 до 10 ампер, но 10 ампер ориентировочный ток, то есть максимальный выходной ток данного блока доходит до 15 ампер. Какие же достопримечательности имеет данный блок питания? После 6 месяцев использования я решил его разобрать, у меня тут ослабел регулятор напряжения, то есть при вращении вот основного рычажка вращается там сзади регулятор. И, конечно же, посмотреть, что там внутри после 6 месяцев использования. Несмотря на то, что некоторые вот именно насчет термоклея, да, подписчики заметили, что при таких нагревах термоклей попросту расплавится, но никаких проблем за это время не возникало абсолютно. Помимо пыли, которая скопилась на лопастях кулера, больше никаких проблем не замечал. То же самое вот с этими транзисторами. Вот у них есть свой радиатор и даже вывод проводки для подключения дополнительного кулера. Но потом не было нужны, поскольку тут имеется радиатор. К тому же они прикреплены на вот такой шасси металлическое, железное, которое, в свою очередь, тоже, конечно же, является теплоотводящим материалом. Кулеры. У меня тут два их. Работают по следующему принципу. Первый, вот этот основной, охлаждает все силовые части обеих блоков питания. И второй кулер у нас выводит теплый, уже отработанный воздух из-под корпуса. У нас также предусмотрен тумблер для включения и выключения охлаждения. Также ручной регулятор оборотов кулера. Некоторые сказали, что вот именно автоматически было бы получше. Во втором проекте я задействовал именно автоматический. И, как бы, заметил все основные недостатки автоматического охлаждения. То есть, там у вас на теплоотводе установлен датчик, да, как бы, температуры. И кулер, то есть, схема управления кулером ориентируется именно по показаниям, с показаниям этого датчика. И поэтому кулеры будут максимально, да, быстро крутиться. Это шумно, во-первых, вплоть до тех пор, пока остужат радиаторы до полного минимума. Это не очень уж и хорошее решение. Тут можно выставить там любой удобный режим работы. К тому же, нагревов тут таких пиковых, да, как бы, нету. Поэтому я лично, мое субъективное мнение, именно вот советую ручной регулятор кулера. Опять же, повторюсь, если кто не смотрит, данный лабораторный блок питания был изготовлен быстро, на ходу, буквально за один вечер. И поэтому на аккуратность не обращал особого внимания. Поэтому вот все у меня в проводах, в термоклее. Вот видим регулятор оборотов кулера. По сути, простой регулятор напряжения, построенный на одном транзисторе. Он буквально навесным монтажом укреплен к регулятору тех же оборотов, да, с помощью термоклея. Защита на отдельной макетной плате в виде мариле. Также датчик тока в виде параллельно подключенных четырех резисторов. 0,39 Ом проволочных, 5 Вт. Плата управления тоже. Транзисторы поставил буквально как попало. Опять же, с помощью термоклея. Насчет проводов, они у меня довольно толстые. Терпит токи до 20 А. Один вот такой проводок, несмотря на то, что задействованы вот две шины. Две и даже три. Основной вот плюс выходит тремя шинами. Что еще рассказать? Насчет китайского вольтамперметра. У него, к сожалению, показания до 10 А больше не показывают. Напряжение до 100 В, если не ошибаюсь. У нас реализована на передней панели, это, конечно же, клеммы выхода напряжения. Тут у нас имеется кнопка быстрого снятия защиты. Тут именно задействована фиксированная защита. Режим стандбай. Стандбай в большей мере применил для следующих целей. У нас тут имеется регулятор срабатывания защиты. То есть, можно выставить срабатывание, скажем, чтобы защита у вас срабатывала на токе 1 А и более. Можно 2, 3, 4. Ну, ориентировочным образом, конечно. И вплоть до полного максимума, который отдают блоки питания. Этот полный максимум равен 15 А. Именно блоки на 15 А. И когда выставляем максимальный ток 15 А, то защита, которая реализована на нашем блоке питания, может не сработать. В то время, если ток будет превышать где-то 14-15 А, то у нас уже сработают промышленные защиты, которые реализованы на комповых блоках питания. И когда эта защита срабатывает, просто включить-выключить блок не поможет, чтобы снять защиты. Поэтому нужно замкнуть, точнее разомкнуть провод PSON с обеих блоков и еще повторно замкнуть на землю, чтобы блоки сняли с защиты. И поэтому именно вот эта кнопочка замыкает и размыкает провод PSON на землю. Кнопка, как вы поняли, сдвоенная. К сожалению, импортных таких не нашел, поэтому применил советский тумблер на два положения. То же самое с вот этой кнопкой, довольно удобная и стойкая. Ну, конечно же, выключатель основного питания, выключатель охлаждения, регулятор оборотов охлаждения, плавная регулировка тока от 15 мА вплоть до максимума. Максимум 15 А, как заметил. Дальше у нас имеется, опять этот фокус слетел, вот он у нас появился. Дальше у нас регулятор срабатывания защиты и плавная регулировка напряжения. Именно вот этой функции хотел бы поближе познакомить. Вот мне, по крайней мере, два человека написали, те, которые собрали. Кстати, собрали этот блок питания свыше 10 человек, по крайней мере, это люди, которых я лично знаю. И обращались ко мне за тем или иным советом. И вот, насчет регулировки напряжения, люди хотели бы от 0 до 45 вольт, один, по крайней мере, человек, и говорит, что после 25-30 вольт регулировка идет как бы бросками. Если честно, замечал я сам вот этот эффект, но в том случае, если у вас блок как бы высоковольтный таким является. То есть, если напряжение не выше 25-28 вольт, то регулировка у вас пойдет довольно плавно. А вот 10 вольт и ниже, вообще, можно милливольтами выставить буквально. А вот лично проектировал до 35 вольт, не больше. И замечал, да, после 28-30 вольт уже идут некоторые броски регулировки. Поэтому во втором уже блоке питания, который я собрал под заказ, задействовал еще один регулятор для плавной регулировки напряжения. Это помогает, надеюсь, схему будет время начертить и выставить на сайте vipschema.org. Насчет тока, минимальная грань 10 мА, как уже заметил. Еще вот насчет этих резисторов 5-ваттных, тоже сомневался, что справится. Но, смотрите, на них никаких следов нагрева пожелтевшего, да, такого оттенка нет. То же самое на резисторах тока датчика. То есть, резисторы тут таким критическим образом никак не нагревались. Несмотря на то, что иногда вынужденно заряжал автомобильные аккумуляторы, в частности соседей, током до 10 ампер. Это в течение 3-4 часов. Я помню, что несколько раз вот этот блок мучил. Хотя и охлаждение было на максимуме. То есть, тут выдувался буквально такой воздух, что можно было руки поджечь. Но блок работал, несмотря на все это. Ну вот, нижняя часть. Вот, кстати, датчик тока. Видим, да, резисторы 4 штуки запараллельных. Никаких следов плавки термоклея нет. Ну, хотя, конечно же, термоклей остывает и превращается в такую массу, которую вы видите. Но, видите, как-то тут неаккуратно ниточки из термоклея можно увидеть. Я говорю, что вот буквально собрал. Вот видим тот, что вот этот регулятор тоже, это, точнее, не регулятор, а уже тумблер у нас. Кнопка снятия защиты тоже шатается. То есть, нужно укрепить. В целом, все. Вот платы, на которые реализована защита. Релей и все остальное связано с защитой. В общем, от меня, друзья, совет по надежности такой блок питания, думаю, редко найдутся такие схемы, которые имеют аналогичную надежность и аналогичные параметры. Я еще должен заметить, что то, что на этом блоке, то есть, максимальные параметры, там максимально выходное напряжение, вплоть до 40 вольт можно собрать, можно точнее держать. И максимальный ток, там 15 ампер, это не предел. Можно еще добавить транзисторов. Это, конечно же, нужно поэкспериментировать, пересчитать схему. Ну, вероятно, если у многих возникнут вопросы, то, скорее всего, я намерен, вернее, и для себя собрать по такой топологии блок питания на 40 ампер. Есть в дальнейшем планы. То есть, если кому интересно, ставьте лайки, комментируйте и рассмотрим варианты. Так, насчет применения вот именно этих дубовых советских транзисторов, КТ-80101, если не ошибаюсь, очень-очень хорошее решение. Если у кого есть такие транзисторы, то именно вот в таких проектах, где они в качестве просто силовых ключей, проектировать, использовать очень советую. Они буквально оказались лучше даже импортных аналогов, более мощных. Держат указанные токи без проблем. А на этом, друзья, все. И, в общем, 6-месячный тест, не знаю, 6 или побольше, думаю, там было, показал, что блок питания стоит и, конечно же, стоит собрать, по крайней мере, у него там расходов буквально копейки, то есть, никаких дефицитных компонентов, даже из-под ручного хлама, с применением вот импульсных блоков, даже сетевых трансформаторов без проблем, можете реализовать. У меня, к сожалению, был вариант использования вот именно этих блоков за один вечер, как помните. На этом все, друзья. Не забывайте подписаться на канал, оставлять свои отзывы, комментарии под роликами. И, конечно же, если есть вопросы, которые требуют срочного ответа, прошу писать в комментариях, либо мне на мыло, которое указано в описании видеоролика. Я постараюсь, конечно же, ответить на любые интересующие вас вопросы. Все на этом. С вами, как всегда, был Ака Касьян. До новых встреч. Пока.